1 октября – Всероссийский день пожилых людей. В доме-интернате для ветеранов в местечке лесное с самого утра кипят приготовления к празднику. Всего в учреждении проживают 87 ветеранов и тружеников тыла. Здесь все создано для ветеранов. Это их настоящий дом. Средний возраст проживающих 83 года. То есть, часть проживающих находится на постельном режиме, половина приблизительно больных. То есть, остальные как бы на самообслуживании. То есть, для достойной жизни ветеранам мы осуществляем здесь медицинское обслуживание круглосуточное, различные культурно-массовые мероприятия. Помимо обязательных медицинских процедур – кабинеты творчества, швейная мастерская, читальный зал. По праздникам, как, например, сегодня – концертная программа. Ну и, конечно, к ветеранам приходят гости. На этот раз глава города и депутаты. Городские и региональные решили поздравить ветеранов войны и труда с их праздником. Самые добрые, самые заслуженные, самые уважаемые для меня. Они люди с большим опытом жизни. Но это люди разные. У каждого своя история. И тогда, когда с каждым я стараюсь поговорить, и, знаете, один интересный другого. Вот они настолько интересные, интеллигентные люди. Депутат городской думы Сараф Мамедов знает, о чем говорит. С этим домом, его сотрудниками и персоналом его связывает 12-летняя дружба. Я жив далеко от своих родителей. И каждый праздник я не смог съездить к ним, поздравить их. А тогда, когда я видел здесь весь дом ветеранов, дом пожилых людей, я, соответственно, начал переходить, чуть больше 10 лет, начал приходить к ним. И здесь находили людей, с которыми можно было общаться. Те люди, которые, скажем так, имеют большой опыт в жизни, они начали со мной делиться опытом в жизни. Ну, знаете, и скажу так, у нас, не знаю, как-то вот так сложилась дружба, достаточно хорошая, человеческая, и независимо от того, что я тогда еще не был депутатом, поэтому это не связано с депутатской деятельностью. Чистый человеческий подход. Домочадцы – люди интересные, каждый со своей судьбой, жизненным опытом за плечами. Особенно любят внимание и общение. Так что День пожилых для них – особый праздник. Но он должен быть одним из многих других дней заботы о самых заслуженных и уважаемых ивановцах. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.